Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы побеседуем на такую тему, как возвращение в легион тех игроков, которые, допустим, уже не играли какое-то весьма долгое время и хотят, скажем так, вернуться в бой, строй, начать рейдить где-либо с кем-либо как-либо, да и вообще, чтобы у этих людей все было хорошо. Желаю им это. Итак, начнем с того, что когда вы только по факту апаете 110 уровень, апаете репутации до дружелюбия со всеми фракциями, которые там уже были указаны ранее и уже всем известны, это все легионские фракции, сейчас мы откроем это дело и непременно посмотрим. Это Валарьяры, Фарондис, Крутогория, Помраченные, Стражи, Ткачи, Снов. Валарьяры, Фарондис, Крутогория, Помраченные и Ткачи, они разбиты по своим зонам, зонам расколотых островов. Стражи — отдельная фракция, которая качается на каких-либо квестах и по факту к 110 уровню у вас по-любому уже будет с этой фракцией дружелюбие. Ну, по крайней мере, у меня с этим проблем не было, мне всего лишь нужно было сделать чуть-чуть цепочку у Помраченных, чуть-чуть абсолютно квестов, потому что все-таки играя за человека, ты получаешь бонусные 10% репутации и в этом плане все намного легче в плане получения репутации со старта какого-либо аддона. Но, не уходя от темы, делайте дружелюбие со всеми этими фракциями и вам сразу же открывается доступ к трем локальным сундукам. С целью облегчения, скажем так, выполнения этих локальных заданий, я бы посоветовал такой аддон как WorldQuestGroupFinder. VQGF — сокращенное его название, четыре буквы. Аддон, позволяющий, заходя в область выполнения локального задания, собрать заранее собранную группу автоматически. То есть весьма неплохой аддон, если у вас маленький эквип, то, разумеется, какого-либо сильного босса соло вы, увы, не убьете. То есть спокойно выполняете все локалки, получаете награду, получаете уже некий за это эквип. Получив некий эквип, вы можете продолжить одеваться в рандом-героиках, посещая их, допустим, раз в день. И не забывая про LFR, которые вам будут открываться. Крылья LFR, проносите их, получаете различные награды. Также, одев соратников до определенного эквипа, насколько я правильно помню, это 850. Если вру, то значит 830. В общем, одев их более-менее неплохо, раскачав в плане их качества. То есть их три качества, это зеленый, синий и эпический соратник. С целью получения следующего качества нужно влить определенное количество опыта. К примеру, чтобы апнуть соратника с синего до эпического, нужно в него влить 100 тысяч опыта. Ну и также будут открываться ячейки снаряжения, которые помогут вам при выполнении каких-либо квестов. Выполняя квесты на рейде, вы будете получать монетки бонусного лута, печать сломанной судьбы. И также вы будете получать квест Итум, использовав который, вы будете получать сундук с сокровищами ночнорожденных, либо какой-либо сундук с изумрудного кошмара, в котором будет лежать соответствующая шмоточка. То есть, если, допустим, вы будете получать нормал сундук изумрудного кошмара, то это будет вещь 850 и выше уровня предмета. То есть, ну, одеться как-то можно, да, вполне неплохо. Также, на самом деле, если рассматривать рейды в плане одевания, я начал отрицать этот момент с старта Легиона. То есть, как только стартанули Мифик Плюс 21 сентября, и мы сходили в рейд гильдии, я сразу сказал то, что, говорю, пацаны, говорю, с рейдов одеваться это не вариант. Все сразу, почему, ты что, нам же падает так много шмоток с рейда. На 30 человек целых, сколько, 5 или 6, что ли, там падает. Ну да, ну да. Миф Плюс, сходите, пятерым людям падает 6 вещей, если вы пройдете на 3 сундука. Хорошая такая разница, да, по-моему. Миф Плюс, что это такое? Это подземелья, пятипипольные, отведенные по таймеру со своими модификаторами, которые меняются разную неделю, со своими сложностями, со своими некоторыми абузами, скажем так, да и прочими различными вещами. То есть, некоторые тонкости все-таки присутствуют при прохождении Миф Плюсов, если они вам интересны, то у меня есть отдельный Миф Плюс плейлист, в котором мы проходим высокоуровненные ключи, как до 15-го, как и после 15-го. Допустим, недавно мы закрыли 21-ю утробу, первые в РУ-сегменте на Тиранике. То есть, до нас никто этого не сделал, либо сделал вне таймера, что вообще не может считаться рекордом по факту. Ну, как-то так. То есть, проходите Миф Плюсы, делаете себе группу какую-либо, которая вам соответствует по уровню игры, по, не знаю, там, личным предпочтениям каким-либо, и спокойно все это дело делаете. То есть, на самом деле, сейчас собрать группу под Миф Плюс на постоянный фарм весьма легко. Что я вам советую? Перейдите обязательно в мою ВК-группу. Мало того, что там розыгры жетона проходят и различные актуальные вещи рассказываются периодически, так еще и там есть гора обсуждений по типу поиск людей для Мифик Плюс. То есть, к примеру, вы можете оставить свою заявку, либо собрать группу уже из тех людей, что оставили заявку, и спокойно начать покорять Миф Плюсы. То есть, берете себе на постоянку танка, хила, двух дамагеров, как я это делаю, и третьего дамагера вы берете какого-либо ключника. Берете ключника к тот инст, такого эквипа, который вам нужен, да и все. И спокойно все это дело фармите. Допустим, я не собираюсь ходить ключи до десятого, а вам, каким-либо людям, которые вернулись относительно недавно в игру, начать фармить подземелья формата 2.3 вполне будет неплохо. Конечно, таких ключей маловато, и люди, предлагающие ключи 2.3, хотят видеть одетых бустеров, но, может быть, вы найдете что-то для себя, и спокойно будете покорять и одеваться. Неплохо я взлетел, да? Это вся суть варовского оплота. А вот суть такого аддона, как World Quest Group Finder. Я пришел сюда, в зону выполнения локального задания, и мне предложило найти заранее собранную группу под это задание. Почему бы и нет? Пока я буду лялякать, люди сделают за меня локальное задание. Весьма эгоистично, но все же. Какая-то вот такая мысль у меня касательно силы артефакта. Ну, изначально вам дают 15-е знание. Как только вы сразу возвращаетесь в игру, вы покупаете за ресурсы гарнизона это знание, 15-е, и спокойно начинаете уже фармить. В принципе, для раскачки 35-го уровня артефакта, 15-го знания вам хватит. Я не знаю, сейчас если пролететь по моим достижениям, я что-то прохукал это дело, артефакты. Так, откройте все особенности одного артефактного оружия. Это 12-е ноября. Это 34-й уровень артефакта. Итак, сколько у меня было знаний артефакта к моменту получения этой награды, скажем так. 30-го августа стартанул ГИЛОН. 30-го августа я качнулся, поставил на изучение. Отсчитываем по 5 дней. Раз, два, три, четыре, пять. Первое знание. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Шестое. Раз, два, три, четыре, пять. Седьмое. Восьмое. Девятое знание. Десятое. Одиннадцатое. Двенадцатое. Раз, два, три, четыре, пять. Тринадцатое. Хотя я уже, наверное, ошибся, да? Четырнадцатое. Пятнадцатое. Ну, что-то примерно, да. То есть, к моменту получения 34-го уровня артефакта у меня было примерно пятнадцатое знание. Не суть, там плюс-минус день. Я, возможно, ошибся даже уже при расчетах, потому что о другом чуть-чуть думаю. Вот. То есть, с пятнадцатым уровнем знания артефакта прокачать свой артефакт до 35-го уровня на локальных заданиях на фарме миф-плюса вполне легко. В плане шмота, опять же, миф-плюс, либо рейды какие-либо, как вариант. Также, если вы получили какой-либо эпохальный ключ, то вы можете его предложить в какую-либо буст-группу. Почему бы и нет? К тому же, если это какая-либо утроба, если это квартал звезд, не знаю, там, какие у нас еще быстрые инсты существуют. Казематы относительно быстрые инсты, логово относительно быстрые инсты. Сейчас откроем список, еще посмотрим. Угу, 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 угу. Ну, штурм аметистовой крепости, самый быстрый инст, конечно, в миф-плюс. Жаль, что его не существует. Поймите одно. Близзарды очень сильно заботятся о людях, которые мало проводят время в игре. И пытаются их все равно всячески награждать, когда они начинают что-то делать. Человек играет, допустим, не очень много, но имеет легендарок очень много. Но, конечно, иметь легендарки на неодетом персонаже, это все равно, что ребенку дать какое-либо оружие и заставить стрелять. То есть это бесполезно, во-первых, да, это ни к чему. Да и всей сущности, всей, скажем так, всего потенциала тут не раскрыть. То есть, чтобы раскрыть сущность легендарок, нужно подмирать определенные статы и определенный эквип, скажем так. Так, надеюсь, мысли вы мою поняли. Ходите, обычные даже мификансты, ходите мифплюсы, ходите рейды, локалки выполняйте, делайте все-все-все, чтобы повысить потенциал своего персонажа. А по поводу легендарок не беспокойтесь, все равно они рано или поздно упадут. Полезные, не очень, радуйтесь всему абсолютно. Абсолютно. Также на YouTube-канале вы можете найти различные другие видосики по типу отевания в Легионе, да и прочего, если вам же что-то было непонятно, либо вы хотите узнать о чем-либо детальней. Всех вам благ, счастья, здоровья и до скорого!